В этот день, 13 января, родились Марис Палеолог, французский дипломат оставил ценные воспоминания о своей работе послом в России. Василий Шульгин – депутат-монархист в Государственной Думе Российской империи, идеолог Белого движения. Последние десятилетия жизни убежденный враг большевизма провел в советской глубинке. 13 января 1945 года началась восточно-прусская наступательная операция Красной Армии. В результате нее была взята столица Пруссии, город Кенигсберг, ныне Калининград. 13 января 1953 года в СССР началось так называемое «дело врачей». «Последний громкий политический процесс сталинской эпохи». Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей. Под таким громким заголовком вышла главная газета страны «Правда» 13 января 1953 года. Такой ужас и представить себе было сложно. Многие уважаемые врачи, орденоносцы, осыпанные званиями и обласканные вниманием партии, оказались шайкой террористов. Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи Жданов и Щербаков. И даже так. Установлено, что все участники террористической группы врачей состояли на службе иностранных разведок, продали им душу и тело. Атеистический орган пропаганды даже заговорил о проданной душе. Так возмущали эти убийцы в белых халатах. Некоторых медиков причисляли к вражеским шпионам. Прозвучало и такое зловещее имя. Международная еврейская буржуазно-националистическая организация «Джойнт». Паранойя и охота на ведьм – обычное состояние общества в сталинскую эпоху. Любой конфликт, любая профессиональная ошибка могли превратиться в повод для вмешательства компетентных органов. А те везде могли найти шпионский след. Такое случилось и в этот раз. 31 августа 1948 года от болезни сердца умер член Политбюро ЦК ВКПБ Андрей Жданов. За несколько дней до его смерти врач-кардиолог Лидия Тимошук после снятия кардиограммы поставила диагноз «инфаркт миокарда». Однако известные светилы медицины Егоров-Виноградов вынудили ее заключение переписать. Исходя из всей клинической картины, они поставили совершенно другой диагноз. Тогда-то после смерти пациента Тимошук и начала посылать куда надо письма с жалобами о случившемся. Реакция не последовала. Четыре года ее письма лежали в архиве, пока в августе 52-го года ее неожиданно не вызвали в МГБ. Почему этот сюжет решено было как следует раскрутить, до сих пор не до конца ясно. Но очень много указывает на то, что его инспирировал лично Сталин. То ли так он хотел как следует перетрясти органы госбезопасности, например, министр МГБ Абакумов попал в опалу именно из-за этого дела. То ли это просто стало следствием крайне болезненной подозрительности вождя. Ведь даже когда следствие только начиналось, появились формулировки о безусловно существующей законспирированной группе врачей, выполняющих задания иностранных агентов. Иногда главным серым кардиналом дела называют Михаила Рюмина. Скромный уральский бухгалтер, который закончил школу НКВД и быстро пошел по чекистской карьерной лестнице. Именно в письмах доктора Тимошук он увидел свой шанс еще больше выслужиться перед вождем. И расчет оправдался. Сталин даже вызывал его в свой кабинет. Так ему было небезразлично это дело. Рюмина за глаза называли кровавым карликом, прозвищем он получил за особую любовь к пыткам. Его методы допроса не оставили никаких шансов для почтенных академиков и докторов. Те охотно подписывали длинные признательные показания. В новую волну репрессий попали десятки сотрудников МГБ. В середине января 1953 года арестовали жен врагов народов, прежде всего обвиняемых медиков. Их детей ждали повальное увольнение с работы, излучение из партии, комсомола. Казалось бы, на страну надвигался призрак большого террора конца 30-х годов. И вдруг все прекратилось. В ночь с 3 на 4 апреля всех арестованных врачей и их родственников внезапно вывели из тюрьмы и развезли по домам. Вскоре не узнали о смерти Сталина. Тут же газеты публиковали сообщение. Проверка показала, что обвинения являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельные. Но счастливый конец ждал не всех. Кое-кто вроде профессора Эттингера и вынес пыток и умер. Что касается Рюмина, то, как было написано в правительственном сообщении, учитывая особенную опасность его деятельности и тяжесть последствий совершенных им преступлений, военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Рюмина к высшей мере наказания – расстрелу. Со смертью Сталина в нашей стране что-то явно начинало меняться.